Всем привет! В этом ролике я расскажу вам о капибарах. С виду эти безумно милые существа напоминают увеличенных в 40 раз морских свинок. Это и неудивительно, оба вида принадлежат семейству свинковых. Капибара – один из двух ныне существующих видов рода водосвинки. Второй представитель этого рода – малая водосвинка, которая до 1991 года считалась карликовой разновидностью капибары. Капибара считается самым крупным грызуном на земле. Это полуводное травоядное млекопитающее вырастает длиной до 1 метра 35 сантиметров и может весить при этом более 70 килограмм. Самки, как правило, немного крупнее самцов. Бочкообразное тело капибара покрыто жесткими волосами, достигающими в длину 12 сантиметров. Цвет шерсти колеблется от темно-коричневого до светло-желтого. Задние конечности животного немного длиннее передних, заканчиваются тремя пальцами, наполовину соединенными плавательной перепонкой. На передних лапах у этих грызунов по 4 пальца. Снабженные довольно толстыми и крепкими когтями кончики пальцев капибары похожи на миниатюрные копыта. Хвост у животного настолько мелкий, что под шерстью его абсолютно не видно. Во рту у капибары 20 зубов, которые растут в течение всей жизни, компенсируя износ от постоянного поедания травы. Длинные широкие резцы с продольной бороздкой передают этим зверкам забавный вид, хотя могут наносить противнику серьезные травмы. На суше капибары достаточно проворны. В случае опасности грызыны могут бежать, развив скорость более 30 км в час. Но более комфортно чувствуют они себя в воде. Будучи великолепными пловцами, в течение дня капибары большую часть времени остаются в воде, в основном для охлаждения тела в жару. Иногда даже спят в воде. На суше выходят ближе к вечеру, водорствуют трапезничая аж до полуночи. Расположенные в верхней части головы глаза, ноздри и уши животного позволяют им при плавании держать их над водой. Кроме этого, они могут задерживать дыхание под водой до 5 минут. Эти способности нередко спасают капибару от хищников. Капибары вообще редко удаляются от водоема более чем на 500-600 метров. Встретить их можно в затопленных саваннах и густых тропических лесах Центральной и Южной Америки. Селятся эти грызуны обычно группами по 10-20 особей. Хотя во время засух, зачастую собираются на берегах крупных рек и озер большие группы, насчитывающие до 100 капибар. Это социальные животные, но встречаются особи, ведущие обособленный образ жизни. Как правило, отшельником становится самец, которого изгнал вожак стада, избавляясь от конкурента. Такой лидер, доминирующий самец, есть в каждой группе капибар, в которую также ходят несколько взрослых самок, детенышей и подчиненных самцов. У самок также есть своя внутренняя иерархия, хотя и выраженная не так ярко, как у самцов. Между доминирующими и подчиненными самцами регулярно происходят конфликты, после которых нередко вожаком становится другой самец. Место в иерархии в немалой степени зависит от возраста животного. Между собой члены стада общаются с помощью свиста, щелчков и своеобразных звуков, напоминающих собачий лай. Одним из необычных средств общения к капиталу, является запах. Расположенная в носовой части железа выделяет секрет с уникальным для каждой особи ярко выраженным запахом. Размер и активность этой железы играют важную роль в обозначении иерархии среди самцов. Для человека запахи капибара практически неощутимы. Кроме носовой, животные обладают еще и анальной железой, уделениями которой самцы разграничивают территорию своих владений, оставляя пахучие метки на ветках и кустах. А еще капибары – единственные грызуны, обладающие потовыми железами. Водосвинки – травоядные животные, питающиеся в основном водными и прибрежными растениями, а также фруктами и корой деревьев. Они очень избирательны в питании, могут есть листья одного вида, игнорируя при этом окружающие его виды. Из-за необычного строения челюсти капибары перемалывают пищу взад и вперед, а не стороны в сторону, как это делает большинство млекопитающих. Капибары размножаются круглый год. Примерно через 5 месяцев после спаривания, которое происходит исключительно в воде, самка приносит от 2 до 8 детенышей. Капибары не устраивают жилищ, и роды могут происходить в любом месте их ареала обитания. Рождаются капибарята уже шерстью и прорезавшимися постоянными зубами. Весят около полутора килограмм и могут употреблять мелкую траву. Тем не менее, они питаются молоком матери около 3-4 месяцев после рождения. Заботиться о детеныша и даже скармливать его могут все самки группы. Самцы также проявляют заботу, хотя и в гораздо меньшей степени. В дикой природе капибары живут около 7-10 лет. В неволе при хорошем уходе доживают иногда до 12 лет. Капибары являются средой обитания для одного из видов клещей, переносящих инфекционную болезнь под названием «пятнистая лихорадка скалистых гор». Эта болезнь ежегодно уносит более сотни человеческих жизней. Слово капибара переводится буквально как «поедатель мелкой травы». Так этих грызунов назвали представители племени Тупи, когда-то населявшего обширную территорию Южной Америки. Научное название капибары произошло от греческого словосочетания «водяная свинья». Капибары довольно часто становятся жертвами хищников. Главными их врагами являются ягуары, пуммы, крокодилы и анаконды. На детенышей часто охотятся цилоты и черные катарты – хищные птицы из семейства американских грифов. Средние века очень серьезную опасность для капибар представлял человек. Охотников привлекало мясо животного, во вкусу напоминающее свинину, а также шкуры и подкожный жир, который использовался в медицинских целях. В 17-18 веках, в период рассвета сельского хозяйства, капибары истреблялись фермерами, полагающими, что эти грызуны наносят серьезный ущерб их урожаю. Благодаря способности легко адаптироваться к условиям обитания, в наше время популяция этого вида грозит разве что браконьерство. Существуют даже фермы по разведению капибар. Тем не менее, в некоторых странах охотиться на них можно только в определенный сезон и существенными ограничениями. А, например, в Бразилии охота на водосвинок и вовсе запрещена. В Токио есть ресторан с капибарами, где можно наблюдать за ними и даже ласкать их, попивая коктейль. Еще в этом ресторане обитают кошки, с которыми грызуны великолепно уживаются. Водосвинки – чуть ли не самые миролюбивые живые существа на нашей планете. В Южной Америке капибары довольно популярны в качестве домашних питомцев. Эти добрые и забавные животные могут быть для своего хозяина ценным источником положительных эмоций.